Всем привет! Будем пробовать уезжать. Надя с нами ехать отказалась, хотя мы звали. Там пропускают безогранпаспортов. На 100%. Она меня просто отговорила. Ну, сила убеждения у твоей мамы больше, чем у меня. Рядим, как вырос. И Дашу без тебя не возьмешь, потому что без родителей не выпустят, скорее всего. Дашу бы отпустила одну. Все хорошо будет, перестаньте. Батон, ты посмотри, батон залазит в машину. Так, все. Мы выдвигаемся. Я не знаю, как прощаться, честно. Давайте не будем только плакать, пожалуйста. Будем надеяться, что переговоры пройдут хорошо, и мы вернемся. С нами едет Дима. Может, кто-то его помнит. Приходил к нам с мамой раньше в гости. Мама нас стригла. Вот вырос, как Дима. У него мама сейчас в Польше, и она его ждет очень там. Вот. Не может забрать. Поэтому мы его берем с собой. Ну, а Надя и Даша решили оставаться. Все будет хорошо. Все будет хорошо, продержимся. Если что, вы знаете, там у нас есть еда, подвал. Все, всем пользуйтесь. Все будет нормально. Так, не засняла, как Костя обнимался с Надей и Дашей. Ну, ладно, уже сейчас, блин, не до свемок, если честно. Все, Надюш, давай на связи. Надя вся в слезах, а Дашка еще не понимает. Она еще. Так, что она в слезах? Ребенок. Он садится и лезет. Мы проехали уже три блокпоста. Все видят, когда ребенка, бабушку, то нормально нас пропускают. Один раз только спросили, куда едете. Костя сказал, вывожу семью в безопасное место. Едем. Настя, Катя и Дима едут за нами во второй машине. В общем, пока мы только начали свой путь. Нам очень страшно, но мы приняли решение все-таки попробовать выехать. И в это время, пока мы едем, у нас там воздушная тревога в Черкасах. Опять Надя с Дашей сидят и всмели. Сейчас идут переговоры между странами. И от того, что там решат, очень многое зависит. Мы очень боимся, что переговоры, допустим, закончатся плохо и начнется бомбардировка повсюду. Какая-то усиленная. А мы в дороге. Ну, в общем, никто не может предсказать или предугадать, как и что будет. Но мы решились на эту поездку. Алису мы с утра не покормили, поэтому она сейчас ест хлеб и сыр. Но останавливаться, чтобы кормить, тоже страшно. Поэтому уже что есть, то пускай жует. Сейчас главное, каждая минута, знаете, главное, как можно дальше уехать от именно места, где больше всего ведутся боевые действия. Мы сейчас будем проезжать вообще такие города, которые перекрыты. Их нужно будет как-то объезжать селами. Ну, в общем, это все очень страшно. Едем, любуемся на нашу Украину. Красивая она очень. Развернулись мы тут. Настя, видите, вон она за нами едет. Развернулись. Скоро темнеть начнет. Надо искать, где ночевать. Потому что комендантский час ночью ездить во время войны, это очень опасно. А нам еще до Винницы ехать два часа с половиной. Два с половиной часа. А сейчас дольше будет. Еще и дольше будет, да. Да, нам там не дали проехать, придется в объезд. Какое-то село не пускает через него ехать. Алисеньке интересно. Она всю дорогу смотрит в окошко. Вообще молча едет. Костя даже удивляется. Говорит, ни сказку никакую не расскажет. Единственное, что мы с ней поговорили про войну. Я сказала ей уже, что у нас в стране началась война. Что она говорит, а у меня идея, говорит. Расскажи, какая у тебя была идея. У меня была идея. Я сначала спрятаться на детской площадке. Ну там тоже летают самолеты. А потом у меня была идея поехать и домой спрятаться в подвал. А потом туда приедут танки и будут у нас стрелять. Ну вот я, Алис, просто сказала, что в подвал-то мы можем спрятаться. Но это только пока самолеты летают. А вдруг потом приедут танки в наш город и начнут стрелять. Поэтому я ей сказала, что лучше поехать в другую страну. Там, где никто не стреляет. В Польшу? Да, в Польшу. Вот мы так и решили. Я уже тут в машине задохнулась. Почему? Ма, ее не сильно затянула ремешок. Посмотри, пожалуйста. Потому что... Да нет. Я еще задолбалась тут. Может, тебе холодно? Нет. Нет? Ей было холодно, я ее... Походить хочется, да, доченька? Мама, я задолбалась. Алисечка, я понимаю. Конечно, слово нехорошее. Наслушалась от старших. Но, понимаешь, мы сейчас не можем останавливаться. Зайка, нам надо как можно быстрее до их. И сейчас опасно останавливаться, котик. Мама, какой котик? Я или папа? Ты котик. Да, пробка просто. Пипец. Видишь, там вот она показывала, как раз через село объезжать. А они не пропускают. Нехорошие люди. Жалко им, что ли, чтобы люди проехали. Да? Папа, представляешь? Бабушка не голодная. Бабушка не голодная, значит. Алиска наконец-то разоговорила. Угу. Говорит, представляешь, папа, бабушка не хочет яблок. А мы все едим яблоки. Хорошо, что я их с собой намыла. Передали детям ту вторую машину. Яйца вареные с хлебом. Вкусные. Угу. Ох, Алиска и приключений нас ждет. Может, сегодня ночевать в машине будем. Пока не знаем. В Виннице ничего нельзя снять. Машине опасно ночевать. Ну, где-то паркинг подземный найти. И в машине ночевать. Разве что-то? Мама, смотри. Былая унюха. Это мой язык. Да. А это мой голос. Короче, мы стоим в очень-очень длинной пробке. Это может очень надолго затянуться на трассе. Вот. И она вообще не продвигается ни капельки. О, это проезжают яблоты. Да? Яблоты. Да. Яблоты за рулем. Машина. Яблоты в машинах. Но мы все равно не унываем. Ведь и маленькие радости жизни находим. Такие вкусные яблочки. Вы знаете, мы тут даже шутки шутить умудряемся. Я говорю, ух ты, завтра весна начинается. Вкуси мне горит. Скажи, что ты сказал. Ну, вот тебе и романтическая поездка в Европу на 8 марта. Да. Придумал сразу подарок на 8 марта. Как-то вписался. Да. Знаете, что стало последней точкой? Ну, вот, решение уезжать. Это когда мы сегодня рано утром проснулись опять подвой сирен. Я заснула в 4. И встала я в 7 подвой этих сирен. Вскочила, легла обратно и дальше заснула. Мы даже не пошли в подвал. Мы так устали там сидеть, что мы даже при вое сирен уже туда не пошли. И мы просто поняли, я для себя поняла, что я не смогу так каждый день жить. Скакивать подвой сирень, бежать в подвал, хватать раздетого ребенка, закутывать в одеяло. И что это будет за детство у ребенка? Кто его знает, как надолго это все будет? Я решила, что лучше мы один день понервничаем в дороге, потому что ехать очень опасно, крайне опасно сейчас. Сейчас еще темнеть начнет, мы вообще тут, не знаю, будем очень перепуганы. Но лучше мы один день понервничаем в дороге или два дня, чем мы будем каждый день нервничать у себя дома. И потом приедем туда, где спокойно, и спокойно лежим спать, и не будем слушать эти сирены. Чайку попить. Чайку попить? Водичку бери. Чайника нету. Надо доехать. Водичка мне не поможет. Слушай, а вы чайник с собой не взяли? Нет. Вот это мы потупили. Даже если мы найдем какое-то помещение, где есть розетка, мы могли бы воды нагреть. Пей водичку, зайка, пей. А сейчас будет фонтан. Нет, фонтанов не надо, у нас нет во что переодеваться. Тебе не холодно? Если будет холодно, скажи. Вообще стоим, просто стоим, понимаете? Даже не на сантиметры не продвигаемся. О, только сказала. И он поехал. Да. Ну ладно, хорошо. На пару метров мы продвинулись. Я не знаю, что это за дикая пробка такая. Все, наконец-то мы въезжаем в Винницкую область. Ну, до Винницы еще все равно, конечно, далеко. Но вот мы выехали из своей Черкасской области. И въезжаем в Винницкую. Короче, наша пробка даже не думает заканчиваться. Вот видите, красным вот это вот помечено. Эта пробка. Но уже хоть какой-то конец виден, хоть где-то далеко. А было вообще, было настолько много. У меня уже все болит. Ноги и попа сидеть. Костя уже, говорит, поехали обратно в Черкасу. Говорит, туда дорога не загружена. Ну да. И на блокпостах будут все гореть. Ну, а вы уже вернулись. А Лисочке мы разрешили поиграть, потому что мы все равно то едем, то стоим. И едем все равно, что тоже стоим, как улитка ползет. Она знает, что играть можно только, когда машина стоит. Но сейчас это можно сравнить с тем, что мы стоим постоянно. Потемнело. Стали слышны быть звуки сирен. Я прочитала, что в Виннице воздушная тревога. Но нам до Винницы еще по-прежнему чуть ли не два часа. Получается, что эта воздушная тревога здесь везде. Потому что мы это ее слышали. Здесь, где проезжали. Алиса, к счастью, уснула. Хоть Алиса не боится. Мы, конечно, перепуганные едем. Подъехали мы к заправке. Сейчас Алису вынимем. Пусть разомнется, сходит в туалет. Пойдем на заправку сходим в туалет. Купим что-то покушать. Бедненький зайкин засиделся. Так долго ехали. Нашли мы в Польшу, да? Нет, еще до Польши не доехали. Это автозаправка. Просто зайдем в магазинчик и в туалет. И поедем дальше. Польша далеко, солнышко, еще далеко ехать. Мы сейчас будем в Виннице искать, где-то переночевать. И потом поедем дальше в Польшу. Даже не знаю, где мы будем ночевать. А после Польши мы поедем в Украину. Конечно, мы вернемся обратно в Украину. Обязательно. Но у нас же здесь все. Все наши животные. Все наши друзья, все наши родственники. Надя, Даша, дедушка, все здесь. Тетя Оля, бабушка Вера, дядя Паша. Конечно, мы к ним вернемся. Да? И Злата. Да. И Эмми. Из-за всех переживать теперь. Как они тут. Нет. Продолжение следует...